Что? Это Sky Angel. Я не знаю. И вы смотрите Toaster Blitz. В Москве. В Москве. Трек, который последним гонял на репите. Отвечай честно. Это DJ Pelegrim MF. Оооооо, 100%. Это факт. Сори, если что, мы все шоу будем говорить очень похожие слова, потому что, мне кажется, мы уже как один организм не ебаный просто существуем. Да, уисхимши, уисхимши. Да, уисхимши. Да, если диджи пилигрим это посмотрит, мы бы, блин, вообще сделали. Да, мы бы это познакомились поближе. Давай, главное, не кидать вот это вот. Да, да, не везут этих вот нахуй. Вот это... Лучший панч, который придумал не ты. Мы не можем сказать панч, типа вот рэперский какой-то, но вот можем сказать просто строчку, которая нам нравится. Типа есть группа Orji. I told my bro to roll, like, time brand for me, нахуй. Он там поет, how does it feel to treat me like you do. Вот, вставляйте эту хуйню сюда. Три зарубежных релиза, которые должен послушать каждый. Это Sea Shine. Это альбом Careful от Boy Harsher 100%. Это просто, блядь. Мало, конечно, кто поймет, потому что, ну, это... Этот экспириенс, короче, очень сильно срабатывает, когда он визуализируется с чем-то. Я бы назвал Death Tones Diamond Ice. 100%. Да, Diamond Ice именно типа с собой. Вот это вот полный вообще разъеб. Это вот самое тяжелое, что у них есть, самое вот, что трогает. Да, и Kanye West Isis. 100%. Kanye West Isis поменял нахуй все в моменте. Бам, блядь. Это факт. Это ебучий факт. Я сейчас назову еще четвертый, потому что мне похуй, я хочу еще. Мне кажется, Bloody Kiss Is Type Negative вот тоже еще очень крутой эллис. Очень крутой альбом. Очень, очень, очень спокойный, чувственный в моменте. Въебывает медленный металл, очень готический, вот это все классно. Вот, надо слушать. Если не музыка, то что? Одежда, бро, одежда. Да, 100% шмотки. Конечно, шмотки. Типа, мы болеем шмотками, мы болеем всем, что с этим связано. И это не просто, знаешь, вот есть у многих людей такая тема, что они говорят, вот я, короче, наигрался, типа я наносился в моменте. Вот я дорвался, там бренды на покупал, и типа, ну эта залупа не работает на нас просто совершенно, потому что мы в этом глубоко сидим сильно иначе. Это заебись, шмотки нам нравятся, мы будем делать шмотки, пиздаты. Не, 100%. Я типа даже до музла, как бы, если что-то делал, то делал вещи, вот. Но сейчас просто это вообще по-другому работает уже. И ресурсы другие, и как бы интересы меняются. Да, мы делаем какой-то мерч, типа пиздаты, но все равно это все еще такие, типа, не самые вещи, которые нас окончательно вдохновляют. Кстати, ни один мерч, ни одного артиста так и придется, как наш. Угу. Это факт. Организаторы в ахуе. Такая мотивация вам немножко, нахуй. Мотивация надо поднять! Мотивацию надо поднять! Топ-3 личные цели на 2023. Он уже заканчивается. Не хотелось бы, нахуй, их сейчас говорить слух. Ну, их будет видно, короче. Это не то, что я там, блядь, хочу подкачаться, похудеть, или какой-нибудь такой вайб вообще похуй. Я хочу подкачаться, похудеть. Я хочу сделать так, чтобы все охуели, нахуй. Угу. Давайте просто сделать вот так, вот так, вот так. И это приведет к этому, к этому, к этому. Все, что вы видите в 2023 году, это просто сухой ебучий план, который выполняется. И который мы делаем, и который не имел права не сбыться. И это все происходит, там это вот, наверное, там одна-две цели уже достигнуты. Вот мы не можем как бы четко сказать. Вот третья еще сейчас в процессе. Цели — это процесс. Трассный процесс, сучка. Я нагнал на камеру уже. Главные ачивки в 2021 году. Видео «Вали карнавал» под звук. Что еще? Собрали три с половиной тысячи людей в одном зале, просто с нихуя. Когда вышел, типа, липстик, прошло полгода, мы собираем три с половиной тысячи людей в одном зале в Москве. Все охуевают, все кайфуют. И это очень крутой концерт, и всем нравится, вот нам тоже. Покрасили цвет волоски русских женщин в черный. Да. Заставили их сделать пирсинг. Если не сделать, то сделать временный. И как бы, ну, оформили такую дизайнерскую переобувочку всех в индустрии, нахуй. Да, сбрили половину людей в России с брови. Кому-то обесцветили. Вот. И, да, короче, импакт жесткий. Самый приятный респект. Короче, такая тема, что, когда мы писали хэви метал, мы были такие очень excited, мы были очень фокусны на том, что мы делаем. Смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей. Как бы любая даже какая-то мелочь, возможно, да, показалось бы со стороны приносила, если не удовольствие, так какие-то, короче, эмоции. Я не знаю, типа, не то, что сейчас нахуй все изменилось, блядь, типа, нихуя это все еще вообще далеко даже не так. Просто мало, короче, что как-то удивляет. Мало что, блядь, дает эмоции. Мы просто, блядь, живем тем, что ждем, какая-то эмоция у нас просто на голову упадет. Да, я не могу реально видеть вообще ничего. Ну все, все, просто... А, я знаю, я знаю, Дим, я знаю, Дим. Когда Влад А4 подошел на ВК-фесте и сказал, что классная музыка. Это было приятно, но когда Гелик Геннадьевич... Влад А4. Да, он такой, типа, ну все, все. Он сказал, что классная музыка. Ладно, приятный респект, самый приятный респект, без пизды, нахуй, это когда Гелик Геннадьевич, короче, нас в сторис выложил. Это факт. Мы охуели. В моменте, в Лос-Анджелесе, мы прям не ожидали, что так быстро мы засемплили его трек. Я выдамал тебя, знаешь, сказал тебе прости, строй, суки, рает, мне больше не пиши. И он выложил, мы такие, типа, ну прикольно. Не, без пизды, это реально самый, типа, без хуни, это было просто жестко, короче. Да, только все, типа, как-то вот пережимается, и со временем, когда ты уже чувствуешь, что ты к этому будешь достаточно холодно относиться, оно приходит. И ты не можешь это, сука, сполна ощутить так, как ты ощутил бы в моменте, когда тебе это очень было нужно, уместно, прикольно и весело. И поэтому мы уже просто вот так вот, типа, идем и делаем. Да, зритель, типа, к тебе приходит то, и тогда, когда ты меньше этого ждешь всего. Гилти Плэжер в твоем плейлисте, ну тут никто другой, как Наймайс, лучше на этот вопрос не ответит. Подожди, бро, там, блядь, столько, это плейлист можно собрать, давай выберем. Давай выберем. У тебя твой релиз до выхода именно добавлен, как и Гилти Плэжер уже. Мы со Spotify на короткой. Короче, я не знаю, я знаю, что в моем плейлисте, нахуй, будет Гилти Плэжер сегодня в полночь, когда, блядь, выйдет трек, нахуй. Давай закончим то, что начали, нахуй. Давай закончим то, что начали, нахуй. Я реально без хуйни, чуваки, просто полный, блядь, я не знаю, пиздец или кринж. Я вообще такие лайбы не филаю, но, ебать, трек заебись, короче. Вазе Парнавал. Она могла бы быть русской нюшей, типа. Она как бы уже более-менее к этому подходит, да. Но, блядь, короче, я чувствую, что, типа, заебись там. Мне трек этот нравится жестко, я буду его слушать, нахуй. Это мой Гилти Плэжер самый большой, теперь ты. Какой, я не знаю, просто я, типа, я только очень крутую музыку слушаю, понял. Ох ты, блядь. Типа, вот прям, просто очень крутую музыку. Ахуеть. Ну, сейчас, давайте, ладно, виграем. Я не знаю, можно назвать Гилти Плэжер, типа, Маранди? Нет. Вот, это заебись просто, и все. И, я не знаю, ну, короче, такого прям Гилти Плэжер, что-то вот странного, по листе, прям, нет, честно. Угу. Все. Первая большая покупка на деньги от музыки. На деньги от родителей. Да. Аренда нашей ебучей квартиры. Да, аренда квартиры. Из нашей квартиры виден теперь охотный ряд. Так как нас там двое, да? Кремль. По вам делим. И вот это вот, это даже, наверное, ну, не половина того, что... Да, просто чисто так похавать, именно налик носим, если надо. А так... Резинка вот такая черная, прикольная, они подарили ее. А что еще? Ну да, это пока, типа, просто аренда нашей хаты и залог за нее просто, вот, наверное, это самый большой атак. Мы просто как-то грамотно вкладываем, просто потихо. И мы не будем, кстати, вам нормально это палить прямо сейчас. Вы потом это все увидите. Мы чуть не купили тачку, короче, но там долбоеб хотел нам хуйню продать. Так что пизд было. Нахуй долбоеба. Сейчас момент. Маск 25. Это я уже контент из своей сумки... Это уже какой-то, блядь, GQ, что в сумке у Кейнджел начинается. Это специально в LA только создан такой аромат, только там можно купить его. Там написано Кейнджел, кстати. Вот, ладно, не важно. Кейнджел. Твой трек, который говорит о тебе лучше всего. О-о-о-о. Я знаю, что это за трек. Оранжевая песня. Что? А вот о нем это красные волосы. Дааа. Да, это бед. Ну, мне кажется, твой трек, который вот так притягивается. О, давай так вот, да? Сто одна причина? Сто одна причина, я думаю. Фак. Сто одна причина, мне тебя любить. Да, это сто одна причина, ненавидеть. На самом деле, сто одна причина, мой любимый трек, он незаслуженно, типа, непопулярный. Я его так люблю, пиздец. А твой, который о тебе лучше всего говорит, это... Знаешь, учитывая твоё прошлое, короче, я считаю, что это Белла. Ой, ну, типа, моделируешь, моделируешь. Я сейчас прямо уни-бута так надо. Ты все думаешь, что ты, типа, стал Белем, уехал в Испанию, и моделируешь там, понимаешь? Моделируешь, моделирую, Белла. Ну, наверное, это просто... Имя, имя, по-любому имя. Не-не, ну, типа, ты считаешь имя, мне кажется, вот, знаешь, либо Sprite, либо Need for Speed. Наверное, потому что я так это, вот, узнал о тебе там в первое время, и, типа, слушал это, и прям вот для меня это в нашей голове как сохранилось что-то, что, типа, make sense прям очень сильно. Угу. Вот, все. Ну, это просто суетом, что это не сходится. У человека другие вкусы, и это нормально. И, типа, мы живем там, своей дорогой идем, он идет своей дорогой. И, чуваки, это же очень нелогично, чтобы мы сейчас сидели и делали музлом вместе. Но, блядь, но если бы мы взяли сейчас, нахуй, и заставили Глеба, блядь, как-то, нахуй, войти в этот, блядь, кураж, которым он просто выебал всю страну, нахуй, блядь, просто чуть не уебался. А, блядь, чё, ебал? Просто, он просто выебал страну на такой энергии, а потом, как бы, он стал, да, таким стере, спокойным. Но, если бы мы, блядь, сделали на таком битье с ним когда-либо, блядь, раньше, нахуй, бать, это был бы кизда, все бы завалили, ебальники свои, нахуй. Рейджик какой-нибудь вот сделали бы мы втроем, вот реально какой-нибудь агрессивный, охуенный трек, вот, вот это весело. Ладно, это было кроме Фараона. Да. А теперь тот периодист, с которым бы мы хотели, я бы хотел сделать бой Харшер сто процентов, нахуй. Я бы с Мэрлин Мэнсоном хотел бы сделать, конечно же. Это, типа, топ-1 человек, который на меня повлиял в этой жизни, типа, мне там 6 лет было, мне мама показывает клип его. И это очень глубокий инфлюенс, который я ценю, учту и очень сильно его люблю. Такой сейчас вообще, нахуй, неожиданный поворот, блядь, просто в никуда. The Weeknd. Я бы сделал сто процентов. Типа, Бестные дни, вот, Иксо, короче, знаю, приблизиться нет. Бля, времена, когда там были трилогия, Kissland, я просто вообще охуевал, типа. Реально, пока там все слушали какой-то труп, мне ебать нравилось думать нахуй о каких-то моментах грустных. Было бы весело с Кинг Карсоном сделать так, да, чисто по приколу. Я не знаю, возможно ли это, блядь? О, я даже не знаю. Ваш самый недооцененный трек. Я считаю, что... Что же это может быть? Trivial. Trivial. Да, факт. Trivial был записан просто на каком-то, на таком энтузиазме. Мы только приехали в Лос-Анджелес, мы поехали, мы Rent only Camaro, поехали там с девочками в Las Vegas. И в Вегасе просто очень пьяный, блядь, какие-то, типа, там то и сё. И мы записываем это вот на первых эмоциях. Да, да, да. Вот Америка наша. Не было ни Viper, ни хуя вообще не было. Да, вообще ничего не было. Мы вообще бит, блядь, типа, просто нахуй как будто вывалился из компьютера Кая. Просто выпал нахуй. Кстати, да. Ну да, это вообще пиздец, короче. Угу. Мы еще, блядь, ехали обратно в LA. Сколько там часов? В восемь? В восемь? Да четыре. Три-четыре. Это мы в Вегасе долго ехали, потому что по горам. Да. Мы слушали трек этот просто подряд раз, блядь, тысяч нахуй сто. Ага. И еще громче, громче и быстрее, быстрее ехали. Просто крыши нет, мы несемся тут, такой пиздец, по пустыне темнеет. Все. Послушайте Trivial на высокой скорости в тачке, ребят. Это вообще просто жалко. Да, но только на разрешенной скорости на дороге мы не пропагандируем. Да, 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 да. Stay safe. Ты. Я так что сделал. Три музыкальных табу. Вообще, нахуй. Какие табу, блядь? Какие табу? Что за хуйнятика? Три самые кринжовые вещи в современной музыке. Ой. Давай подумаем. Так, ну это когда кик в сайдчейне, понял, там не сильно, прям, ладно, все. Когда хорус накладывают так, что, ладно. Когда знаешь три голоса, так, типа высокий, низкий, средний, и такие. Тати Триоли в рот ебал. А, вот, Versus Battle Rap. На музыке, который вот это вот, типа жесткий рэп, которые вот эти рифмы, лютый, лютый текст. Да, да, да. Мы в рот ебали. Да, да, да. Именно когда в музле это понял, ну типа трупы в друга это тоже отдельная тема. Но это вот прям музле, когда вот это хуярит тему, вообще кринж. Блин, тяжело. Вообще типа я ненавижу, короче, как будто диссы в трек, знаешь, типа диссы на трек. В трек равно дисс на кого-то. Это типа странно, короче. Я понимаю, что это, возможно, мув какой-то, вайп. Ну, кстати, вот Скайли прикольно сделал. Скайли хорошо сделал, да. Мне понравилось. Типа нельзя ничего сказать. Это было заебись. Не, заебись. Он, блядь, вообще сделал. Да, сделал. А что еще кринжовые в музыке? Ну, все, достаточно сказать вообще похуй. Три, блядь, новичка, нахуй, которые взорвут 2023. Ну, давай реально, давай реально. Элжей? Элжей. Не факт. Кайенжел? Жул? Кайенжел? И? Умоляю, нахуй, три 500. Пиздец, вообще, чё, блядь, придумали, нахуй. Блядь, прикиньте, в ТикТоке есть какая-то хуйня, скриншот от меня, типа, блядь, умоляю, три 500. Я вообще, нахуй, не понимаю, что это за хуйня, типа, но это, блядь, везде, типа. Эй, черный рисо, бро, эй, черный рисо, бро, эй, черный рисо, бро, эй, черный рисо, бро, эй, черный рисо, бро. Реально, может, назовем кого-нибудь еще, кто взорвет и вот серьезный? Ладно, подожди, если серьезный. Подожди, вот если давай здесь, ну, понятное дело, что мы выебали все. И всех. Да. И всех. И на деньги с аванса флексим. Долбоеб ебаный. Вот. И если так подумать. Блин, слушай, такой вопрос. Это вопрос очень сложный. И мы хуйня. Блядь, просто в голове как будто есть даже, да? Что-то, сука, поймать не могу. А можно микрофон тут замутить на моменте? Да? Не, не надо говорить. Не надо. Да в пизду. Да? Да. В пизду. В пизду. Вы поняли? В пизду. Все, пизду. Мы гейткиперы охуенного музла. Даже нет, блядь, нет, мы не гейткиперы, просто нет нормального, блядь. Три самых взорванных клипа всех времен. Окей, летс го. Да нет, давай не будем пойти по самой своей. Ой, блядь, самый-самый пиздатый клип. Давай. Липстик. Липстик, раз. Липстик, я наношу на себя липстик. Она сосет мой рот, ей что-то кисли. Любой тип из любой индустрии, любого возраста, который смотрит липстик, неважно ему 12 лет или, блядь, 52 типа. Что? Ладно, похуй. Это типа липстик. Да. Все говорят, что липстик это полный разъем. Да. Это прям, не, чуваки, реально, типа, какого хуя, это так круто. Я до сих пор смотрю эту хуйню и думаю, вау, я хочу быть просто этими челами. Там нет ни выебанок, ни бабками, никаких, блядь, famous людей. И мы уже такими не будем, блядь. Да, да. Это реально мы такими не будем. Это такой пиздец. Это так грустно. Скай? Скай заебись клип, да. Очень крутой. Мы его пересматриваем, Скай, это круто. Хороший клип. И еще... Мы можем пиздец ковырнуть глубоко, если надо, но просто, ну, это не прикольно будет, короче. Да, на хуй нам все палить вам, лол. Какой вы последний трек, Элджей, вы снимали клип? А? Урус? Да. Да, Элджей Урус. Гэнговиц. Погнали дальше. Модельный бизнес или музыкальный бизнес? 100% это музыкальный бизнес, потому что, блядь, модельный бизнес это просто воплощение, короче, ада. Это токсичность, это фейк-шит. Может быть, я сейчас кого-то, типа, случайно задену обиду, обижу, да, sorry, но это, короче, такая хуйня очень. Тебе улыбаются в лицо, ты такой, да, все cool. Типа, ты такой идешь, короче, на кастинг, все, заебись, типа, все, ты не спишь, ты такой, блядь, все, я сейчас сделаю это, я сейчас сделаю это. И потом в последний момент тебе просто за 15 минут говорят, блядь, человек, иди на хуй сиди там, блядь, все, там, вот тот, вот сейчас он сделает бир, чем ты, короче. И вообще, вот это вот, короче, это хуйня все. Да, нет, модельный бизнес очень страшный, типа, очень страшный мир и, ну, мы не говорим то, что он повально страшный весь, да. Да, 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 да. Но там сто процентов есть как бы адские вайбы и он в основном, он очень жуткий. Но при этом при всем мы знаем как бы классных людей из фэшн сферы и мы их любим и мы на них местами равняемся, где-то дружим, где-то что-то и все равно есть как бы свои плюсы. Просто как бы, вот типа, вот музыкальный бизнес, да, это огромное такое понятие и модельный бизнес, это вот лишь часть нахуй фэшн бизнеса, типа, вот скорее всего речь, блядь, должна была у вас об этом идти, но модельный бизнес это как, типа, блядь, звукоинженерный бизнес или музыкальный бизнес, типа вот такой вайб. Типа модельный бизнес это вообще очень маленькая хуйня. Мы за фэшнами не сказали вообще, в принципе, да, все, да, будет. Топ-три самых взорванных бренда, окей, это Armani, окей, это Gucci, окей, это Versace, теперь ты. Palm Angels. Palm Angels. This shit. Bette Norton. Bette Norton, о май гад. О май гад, о май гад. И, я бы сказал, Recones. Recones – это хороший выбор. Но я бы хотел сказать что-то. Да, я чувствую, что никто не использует это, и это очень вкусно. Ясно. Валенсиага – это пиздец, заебись, короче. Да, Валенсиага – заебись. Вайпер, вайпер, вайпер. Вайпер – заорванный бренд. Трек, после которого полюбил Muzon. Нихуя, вопрос классный. Ебать, я сейчас кринжа дам, нах. Просто в пизду, нах. Дима Билан. Иногда я хочу, нах, побыть один. Это что? И мне, нах, никто не нужен вообще. Это кто? Кизару. Иногда я хочу побыть один. Мне было лет примерно нахуй три. Я ехал, блядь, просто в Петропавловске-Камчатском. Какая-то была экскурсия. Нихуя-то 10 сейчас, типа. Примерно. Мы ехали на вулканах. Там, короче, такой вайб был, что такая туманка, всё такое очень холодное, белое, куча снега. Типа мы едем на таком просто снегоходе. Я в наушниках, помню, слушаю, типа никто не нужен. Это такой вайб. Это вообще пиздец, короче. Не то, что это как бы прям жёстко, да? Но оно в пиздец с моей русской душой, с моим русским человеком. Так футбол собирало нахуй, что я вообще подумал, пиздец, как круто. Мне кажется, у меня Depeche Mode Personal Jesus. Я был маленький, у меня мама такая вот эту тему меня учила делать. Я не понимал, как это делать. Он там делает это в проигрыше. И я помню, я задрачивал эту штуку, у меня внезапно получилось. И проигрыш в начале, типа reach out, faith. Это пиздец. Это очень сильный трек, прям вот очень-очень-очень крутой. Наверное, после него, да, можно сказать так. Три любимые татухи. Вот это? Тоже. Вот это? А что у тебя в сумке лежит? Подойди отбери, сука. А у тебя тоже есть, да? Да не, подойди отбери, это типа просто потом это, потом заебутся возвращать. Типа в моменте-то, наверное, можно отобрать как бы. Резинка для волос. Чья? Не могу сказать. Не говори. Не могу сказать. Реально не надо. Сука, не могу сказать. В любом это смотришь, сука. Этот, какая еще татуха любимая? Короче, мы еще не сделали, но там будет один такой моментик пиздатый. Вот мы можем сейчас в Париже килл Секс из Дев сделаем. Секс из Дев. Шарау Секс из Дев. Да, Секс из Дев пиздец талантливая. Очень хочется, очень хочется у нее татуировок, потому что она просто очень круто делает. Это шит, нэу. Не пытайтесь это найти, нахуй даже. Именно никто. Никто сейчас не поелезет искать. Все такие, окей. Слух. Кто должен залететь на тостер Блиц? Последний вопрос. Нам похуй. Вы не представляете, как нам похуй, сори. Прям поебать, реально. Окей, с вами были Наймайс. И Кай Энджел. Да, слушайте нас, там типа поняли в интернете. Вот. Мы не знаем, когда этот ролик выйдет, но у Наймайса выходит... С чего у тебя выходит? У меня выходит вайп. Короче, нахуй. Well, never. Это полная хуйня. Orpheus. Orpheus альбом. EP, EP. Разъебет все нахуй. Это будет большое EP Orpheus. Это будет жутко. Потом мы будем делать... Хуй вы, блядь, сейчас дождете, что мы скажем, что мы будем делать, блядь. Просто типа следите и охуевать будете дальше с мувов. Счастливо. Пока. Мы погнали. Viper. Поехали. Поехали.